Тишина, покой и книги. Много книг. Такой мы привыкли видеть в библиотеке. Эту атмосферу в хранилище литературы старательно сохраняют такие же спокойные и размеренные люди – библиотекари. С подобными вводными я взялась за чтение романа Михаила Елизарова. И, мягко скажем, удивилась. Почему? Сейчас расскажу в новом выпуске рубрики «Совсем обозрела». Михаил Елизаров – современный российский писатель, автор песен. В 2007 году в свет вышел его роман «Библиотекарь», который получил одну из престижных отечественных премий «Русский букер». Жанр книги определяют как магический реализм, что само по себе уже интересно. Вместе с героями мы попадаем во времена недавнего распада Советского Союза. Действия строятся вокруг библиотек, но не в привычном нам понимании. Оказывается, что скучные романы неизвестного писателя Громова обладают магическими свойствами. Будет в читателях чувство радости, наделяют физической силой, помогают поверить в себя. Люди, которые случайно чувствуют на себе такой эффект, и становятся первыми библиотекарями, задача которых – найти единомышленников и раздобыть полное собрание сочинений автора. Ради этой цели участники сообщества идут на все, даже на смертный бой. За редкие книги бьются с оружием в рукав, а жертвы списывают на несчастные случаи. Во всю эту заварушку случайно попадает молодой парень Алексей Вязинцев, который просто хочет получить наследство своего умершего дяди. Оказывается, этот самый родственник был одним из библиотекарей, хранителем книги. И теперь право обладать сокровищем и защищать его перешло к племяннику. Скромный и робкий Алексей этого вообще не планировал. Чем дело кончилось, я пока не знаю, читаю. Но скажу так, с самого начала книги стало интересно, хотя ожидала вообще не этого, но захватывает. Неудивительно, что роман получил премию и много положительных отзывов. А еще по мотивам истории снимают сериал. Пока заявлено 8 эпизодов, и рейтинг зрительских ожиданий достаточно велик. А если хочется узнать, как на самом деле работают представители этой профессии, приходите сюда на Чечерина 85 в субботу вечером. В свой профессиональный праздник библиотекари устроят Библия-ночь. Будет страшно и интересно. Начало в 17.00. Субтитры создавал DimaTorzok